привет-привет привет-привет привет, мои хорошие сегодня у нас очередной покупанка поэтому поэтому берите скорее что-нибудь вкусное давайте вместе с вами покушаем сегодня у меня кролик кукурузка на гриле и морковка с картошкой еще кролику я взяла кисло-сладкий чили он кисло-сладкий, по-моему или просто сладко-острый ну что и кофе конечно давайте я сначала попробую сие произведения искусства готовила я сама вообще готовила кролика в первый раз в своей жизни готовила его в духовке потом я включила на гриле и он у меня немного подсох так что возможно он у меня суховат в любом случае я очень надеюсь, что будет вкусно эта ножка суховат чуть-чуть суховат получился но я не мастер филка сейчас ломается у меня, возможно, гриль не стоило это не стоило включать конечно сейчас как суховат я думала будет хуже это салфет поэтому надеюсь, я не спачкусь давайте пробовать я могу я могу сказать что это вкусно особенно с острым соусом идеально с учетом того что сам по себе кролик нежный сверху он суховат чуть-чуть а вот внутри он все равно такой же нежный суть в том, что кролик сам по себе нежный не так плохо морковка картошечка все-таки удобнее было бы кушать его руками вот я утку готовила когда она у меня в первый раз тоже получилась суховатая это потому что я за мороженую взяла и держала ее сильно долго а вот когда я во второй раз готовила утку она у меня была как как нужно она ошибка учится правильно смотрите какой но все равно очень вкусно да сверху немного так кто-то просто голодный ах кто-то просто голодный ах как надо чуть-чуть суховат это я уже после почитала что кролик лучше его тушить ну делал бы рецепт просто из интернета и кукурузка давайте тоже но кукурузка волшебная я делала ее на гриле и тут сладкий перец и соль 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 а вот это отличное дополнение я считаю что и соль и соль и соль а и соль и соль еще чуть-чуть картошечки у меня там были вопросы, давайте на них поотвечаю привет! макбанг супер, спасибо за то, что отвечаете на вопросы у вас есть пирсинг или тату? да, у меня есть и пирсинг и тату пирсинг у меня на языке, в бубке, а тату на спине я ее сейчас продолжаю, на самом деле сделала ее чуть больше я все думала делать или не делать, потому что это больно мне как-то в последний раз, не в последний, а до этого было очень больно я долго решалась и в итоге, когда я приехала, это уже давно с отдыха я еще подумала, подумала, в итоге я решилась и вот мне уже продлили ее татуировку и 15-го числа я иду еще на корректировку вот тату у меня одна, большая теперь была тоже не маленькая, конечно но сейчас еще больше стало и я на этом, пожалуй, остановлюсь так, следующий вопрос вы делали какие-то пластические операции? да, я делала следующие вопросики м диджей вопросы на следующий мукбанг как проходит твой день, чем ты обычно занимаешься? ну, будний день, да очень интересно рассказывать потому что все как у всех, наверное а вот выходной я стараюсь проводить стараюсь что-нибудь придумать на свой выходной на свои выходные что-нибудь интересное хотя бы куда-нибудь выбираться вот так сейчас вот занялась у меня новое развлечение занялась волосами своими я уже рассказывала и вот сегодня буквально мне делали эти уколы на самом деле я только оттуда приехала вот с этих уколов у меня чуть-чуть побаливает голова потому что мне делали вот этим азоном помните, я говорила кислород но это был азон ну, почти и азоном делают вот эти уколы и ну, сам по себе укол не очень приятная процедура еще в голову но когда еще это делают вот этим азоном это, знаете, такое распирание у меня под кожей головы ну, вообще неприятно не столько больно, сколько неприятно терпимо, то есть но потом вот голова как будто пульсирует потому что ну, все равно туда что-то вводит оно распирает и после вот этой процедуры у меня чуть-чуть валит голова не сильно ну, знаете, такое не очень приятное чувство в общем, ну ничего страшного мне обещали, что это недолго что это пройдет второе не хочешь снять в видео 100 слоев блеска для губ? можно попробовать у меня как раз новый прозрачный блеск у тебя отлично получилось да, хорошая идея, спасибо терпаю идеи от вас это здорово на самом деле третье какие бы ты тату какие бы тату еще хотела? нет, я больше не буду делать тату по крайней мере на данный момент я так считаю возможно у меня что-нибудь в жизни поменяется я захочу еще но пока что я решила, что мне хватит во-первых, это больно и знаете, вот по моему мнению ну, конечно, кому как нравится но я считаю, что лучше иметь одну большую красивую татуировку чем много маленьких но по всему телу раскидок хотя, вот когда много маленьких по всему телу иногда это смотрится ну, когда они все равно в каком-то одном, знаете, стиле это смотрится довольно-таки неплохо и у кого-то даже очень красиво но для себя я решила, что пока не буду больше делать татуировку вот эту доделаю все потому что для меня это стресс вот действительно ходить ее умазать целеблять ухаживать за ней все те же за первое время после татуировки когда она заживает это еще те муки а у меня еще и теперь почти во всю спину это неудобно спать много нюансов которые которые мне говорят о том, что в скором времени я, пожалуй, выдержусь так, следующие вопросы ой, новое видео у меня тоже борщик со сметаной надеюсь, у вас был тоже такой же вкусный как у меня итак, вопросы к следующему видео если бы пришлось всегда смотреть один фильм то какой? ой, столько много на самом деле очень хороших фильмов тяжело вот так вот выбрать, конечно один всю жизнь блин, какой бы он хороший не был мне кажется всю жизнь он бы мне надоел вообще, мне кажется кому угодно надоел фильм всю жизнь тяжело ответить на этот вопрос правда пожалуй чуть-чуть поел как раз подумаю так один а вот интересно вообще один один или например можно выбрать типа Гарри Поттер там очень много частей чтобы разнообразие было тогда как бы не так грустно всего один честно 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 даже не знаю просто тяжело выбрать один фильм скажу так я бы выбрала Гарри Поттер если бы можно было трилогии ну не трилогии то есть большой это как бы один фильм да просто много чтей вот недавно я пересматривала Титаник у меня было грустное настроение вечером я решила ну я в Алисе просто популярные фильмы забила его там Титаник решила посмотреть ну прикольный, конечно но все-таки его не смогла посмотреть всю жизнь потому что в конце он очень грустный я даже сколько Титаник не смотрю все время плакала слезы наворачиваются ну какой же молодой красивый Лео он конечно сейчас тоже неплохо выглядит вот это его роль Джека ему тогда это идеально подходило очень много очень много из них, кстати, хороших фильмов актер крутой вообще, когда фильмы смотришь, кажется, что так все легко пить актером взял и сыграл а по-моему, наверное, это правда тяжело такой себе тоже труд я считаю достойный уважения так, давайте дальше там еще не все второе любимый цитрусовый фрукт помыл любимый любимый цитрусовый еще мандарины мандарины особенно сладенькие, знаете ну или апельсина я как-то к цитрусам прям так мандарин и апельсина тоже крэпфрут я вообще не люблю вот от слова совсем мне он не нравится мне он горький я вообще удивляюсь людям, которые его кушают потому что я даже эту пленочку снимала, как мне сказали но мне все равно горько и клефутовый сок, соответственно, тоже никогда не пью не могу понять его не мою третье, хомяки или попугаи хомяки у меня был хомяк в детстве на самом деле попугами я тоже был но все равно хомяки они такие маленькие, миленькие щекастенькие хомячки кстати, хомяк это было первое домашнее животное все-таки это домашнее животное которое я сама себе в детстве купила мне дарили денежку у меня была мелкая мне, наверное, лет 10 было мне дарили денежку и хомяк, сколько он там? не дорого же стоит но тем не менее я скопила в детстве и пошла и купила сама сама никому об этом не сказала у нас там в дворе был магазин и я просто пошла сама и купила себе хомяка я не купила для хомяка естественно ничего у меня был просто хомяк потому что денег хватило мне только на хомяка и вот уже когда я принесла его домой мои родители увидели его хомяка тогда мне купили тогда мне купили для него все необходимое а первый день он у меня жил в 3 литровой банке пока аквариум не взяли потому что я притащила просто хомяка но все банально я помню он был такой серый очень милый семечки прятал серый и я назвала его пушок по-моему это был мальчик я просто когда покупала не спрашивала кто-то но он у нас был мальчик жил один поэтому наверное так и было хотя вот таким животным как хомякам наверное нужна все-таки компания хотя бы два хомяка следующие вопросы Боря очень аппетитно выглядит спасибо он правда был очень вкусным вопросы первое смотрела ли ты сериал великолепный век? да я его смотрела но честно признаюсь я бы смотрела не все мне он поначалу очень нравился прям вообще там Юре вот но потом на середине где-то ну то есть в середине сериала я не помню даже какой сезон был но мне что-то начало надоедать если честно там такие события я знаете где я вам сейчас расскажу я просила смотреть когда она была беременна или когда уже родила вот что-то где-то вот там Юре потому что мне как-то надоело там у них события так медленно развивались идут я забросила ну вообще мне прям очень понравилось ну вот до того момента прям вообще а потом как-то у меня знаете у меня бывает такое у меня часто бывает что мне перестает нравится какой-то сериал и я его бросаю и еще даже бывает что я бросаю а через какое-то время решаю что надо его досмотреть и досматрив у меня так со сверхъестественным было второе сколько ты знаешь языков не полностью ну не полностью я знаю английский и надеюсь что полностью знаю русский это все я вот реально тот человек который очень тяжело запоминает мне тяжело причем визуальная память у меня намного сильнее развита чем любая другая поэтому вот если надо какой-то текст запоминать мне это тяжело дается вот на лицо человека я вспомню на раз или там не знаю где я была вот эту улицу я вспомню а вот какой-то текст что-то мне прям тяжело это дается номера телефонов вообще я мамин номер телефона наизусть не знаю ну я если прям потыкать я вспомню так третье планируешь ли заводить еще домашних питомцев ну знаете пока что нет вообще как и вот я завела собаку она настолько милая и игривая что я какое-то время думала что как здорово было бы если бы у меня было два шпица ну они поиграли да например две девочки да вот но с другой стороны это опять-таки больше ответственности и как они подружатся опять надо воспитывать так я уже собаку основным осам воспитала она у меня уже послушная я знаю это тут заново но но когда они такие маленькие комочки ну какие же они милые просто сейчас тоже милые но когда была комочком она еще не посета бежит запнулась такая упала четвертое как относишься к тиктоку если любимый блогер там я смотрю тикток мне нравится мне нравится даша но он такая забавная мне на самом деле много нравится но я конкретно не залипаю на одном видео мне очень нравится когда какие-то тиктокеры начинающие снимают там иногда столько можно найти кринжа всякого ну то есть а иногда очень-очень прикольное видео и вообще интересно когда ты думаешь что это какой-то простой человек похожий на тебя начал что-то такое интересное делать прям прикольно прикольно мне нравится тикток я не особо его снимаю, конечно но иногда примираю на себе всякие маски прохожу всякие тесты в тиктоке да загибай пальцы если забавно почти каждый день смотрю люблю тебя ждем больше видео хотелось бы побольше ролевых с медиками спасибо я вас итак опять у меня вся тарелка я проболтала большую часть времени вот знаете есть люди которые быстро едят я тоже быстро ем когда у меня ограниченное время быстрее быстрее но вообще очень мне нравится общаться и кушать плюс еще я не могу оторвать кроликов никак так я справилась посмотрите какой кусок я оторвала просто я это я не знаю есть что есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои хорошие, мы с вами покушали! Спасибо, что покушали вместе со мной! До следующего мукбанка! Люблю! Целую! Пока-пока!